История фонтана на площади Ротондо напротив Пантеона восходит к XV веку, когда Папа Евгений IV установил в центре площади фонтан с двумя базальтовыми львами, которые позже были перенесены к фонтану Моисея, а оттуда уже попали в музей Ватикана. Уже позже при правлении Папы Григория XIII в обонкомпании по проекту Джакумо де ла Порто был создан новый фонтан. Но, к сожалению, и этот фонтан был несколько раз переделан и модернизирован. От первоначального фонтана сохранилась чаша из серого африканского мрамора, украшенная масками. На масках с обратной стороны изображены драконы, которые были ничем иным, как геральдическим гербом Папы Григория XIII в обонкомпании. В начале XVIII века Папа Климент XI Альбани распорядился переделать этот фонтан. Тогда здесь и появились дельфины и скалы, на котором установлен египетский обелиск. И, конечно же, появился герб Папы Климента XI – звезда, тиара и ключи. Верх обелиска украшает бронзовая звезда. Вода в фонтан поступает по восстановленному античному акведуку Аквавирго. Он до сих пор снабжает водой несколько знаменитых фонтанов вечного города. Фонтан Треви, Баркача, фонтан четырех рек. После реставрации, непонятно почему, оригинальные маски были сняты с фонтана и помещены в музей Рима. Сегодня, чтобы попасть в Пантеон, нужно отстоять огромную очередь. И все это потому, что у всех проверяют Грин Пасс. Мои прогулки по Риму продолжаются, иногда даже спонтанно. Я узнаю о них за час, за два до экскурсии. Как же я люблю тебя, Рим! И люблю знакомить вас, дорогие друзья, с городом, в котором можно одновременно увидеть античный, средневековый и современный Рим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!